Хотелось бы представить ультразвуковую диагностику, которая до сих пор является основным методом визуализации очаговых изменений и при выявлении узлов в щитовидной железе. И актуальность данной проблемы не вызывает сомнений, потому что тактика хирургическая или какая-то другая зависит в прямом от проведенного исследования. Мы начинаем нашу визуализацию, как мы знаем, определение датчика, то есть это основы диагностики. Выбирается датчик для поверхностных уровней с высокой апертурой и колеблется от 3 до 15 МГц. В основном это 7,5 МГц. Также желательно выполнять данные исследования на аппаратах экспертного и премиум класса, потому что плотность изучающих элементов с датчиками, как мы видим на нижней картинке, прямой, зависит от высокого качества изображения. И визуализация мелких деталей очаговых изменений в щитовидной железе крайне важна. Заболеваемость, как я уже говорила, неуклонно растет в злокачественных изменениях в щитовидной железе, но хорошо, что смертность достаточно низкая по сравнению с другими локализациями и изменениями при злокачественных образованиях. Как мы знаем, что сейчас все чаще употребляется термо-мультиметрическое и структуровое исследование, в которое входит B-режим, в котором мы позволяем увидеть изменения в архитектонике как диффузных, так и очаговых изменений щитовидной железы. С 2000-х годов появились доплеровские режимы, которые позволяют увидеть мелчайшие сосуды, как в очаговых, так и в диффузных изменениях. И все больше в нашу практику входит ультразаковая компрессионная эластография, эластография сдвигового вайлны с их качественной полуколичественной оценкой. И сейчас уже появились возможности применения контрастно-усильного дружакового исследования при качественной и количественной оценке с наш опыт применения с 2014-2015 годов. С внедрением эластографии системы очаговых образований, которая будет рассматривана далее в 2009 году, мы позволяем уменьшить количество неоправданных тонкоигольных биопсий, очаговых изменений. И также будут рассмотрены сервизационные системы по цитологии Бетезда, которые применяются с 2010 года, которые также позволяют нам правильно интерпретировать изменения по цитологической картине. Критерии эластографической оценки мы выявляем расположение, форму, контур, размеры, эхогенность и эхостроку самой щитовидной железы. В расположении крайне важно знать ориентиры, это поверхностный орган, достаточно малых размеров, но важно знать ориентиры, потому что если имеется изменение, то мы должны знать, куда распространяется очаговое изменение или диффузное изменение в щитовидной железе. И как правильно смещается он относительно окружающих тканей. Нормально на томе надо помнить, что в 20% людей имеется добавочная пирамидальная доля, которая с годами у некоторых атрофируется. Но мы видим по вариантам формы развития аномалии, по маршру, что эти пирамидальные доли встречаются достаточно часто. И узловые образования, которые находятся выше перстневидной щитовидной щитовидной крещи, нужно выявлять. То есть мы свое исследование выполняем достаточно широко. Сегментарное строение щитовидной железы тоже нужно знать, потому что мы, определяя локализацию очагового образования, должны правильно интерпретировать, где оно находится, для того, чтобы, если мы сами не выполняем тонкоигольную биопсию, чтобы за нами наши коллеги знали, где находится патологическое образование, которое нужно функтировать. Форма. Форма, мы знаем, и бывает правильная, как довольно часто это в нормальной ткани щитовидной железы, и неправильно симметричная, либо с закругленными краями. Но важно знать, что все-таки щитовидная железа – это такой орган, в который не всегда форма одинакова. То есть вид бабочки – это не всегда тот вид формы щитовидной железы, к которому мы привыкли. Бывает в виде буквы Н, полулунная, железа с тонким узким перешейком, иногда без перешейка, с толстым и широким перешейком, и любыми именно пирамидальными долями. Это не является патологией, это является или формой аномалии развития щитовидной железы, либо ее формой, которую мы должны знать. Контур. Контур ровный, четкий, волнистый. И волнистый – это уже для патологических изменений. Также неровный бугристый – это когда изменения являются очаговым характером, которым мы выявляем в щитовидной железе. Размеры и объем. Главное, надо знать их, потому что мы измеряем три размера с определенным коэффициентом эллипсоидности, раном для всех исследованных пациентов. Как правило, определяется объем, и нормальный объем для женщин колеблется от 18 до 20 сантиметров кубически, для мужчин – от 20 до 23, а для детей это все различно по возрасту и ростовому показателю. Данные таблицы, опубликованные, находятся в широком доступе. Эхогенность – эхо-структура. Эхогенность мы измеряем по сравнению с окружающими тканями. Как правило, эта эхогенность меряется по сравнению с рядом располагающейся мышкой кивательной, либо мы можем обратить внимание на слюны и железы, которые по эхогенности должны совпадать. В норме это обычные однородные, и если есть изменения, это гипоэхогенные, гетерохогенные и неоднородные. Структурные изменения щитовидной железы различают пороки развития, диффузные изменения, диффузно-очаговые и очаговые. Мы поговорим о пороках развития диффузных изменений, потому что очаговые изменения будут рассмотрены дальше нашими коллегами. Пороки развития – это дисгенезия щитовидной железы, аплазия щитовидной железы, гипоплазия, эктопическая щитовидная железа, эктопия тимусов в щитовидной железу и кисачи-шитоподъязычного протока. В диссуговые изменения входят ювенильное увеличение щитовидной железы характера для детей, тиреидиты различные и диффузно-токсический зоб. Важно помнить, что аномалия развития осуществляется именно потому, что есть по закладке передняя часть щитовидной железы и боковые ее отростки. Поэтому важно знать, что дальше будут рассмотрены кисты шитоподъязычного протока и эктопия тимуса, что эти изменения могут возникнуть в связи с неправильными зачатками щитовидной железы. А генезия щитовидной железы – это когда мы не выявляем в обычном месте структуру щитовидной железы, а определяется смещение сосудов относительно трахеи, и только мы видим структурные мышцы, которые находятся в ложе щитовидной железы. Гипоплазия бывает различна. Здесь мы на данном слайде видим практически отсутствие ткани щитовидной железы слева с развитием нормальной ткани правой доли щитовидной железы и отсутствием перешейков. Дистопия щитовидной железы различает несколько видов дистопии. Дистопия – это подъязычная, зоб языка или в корне языка определяется ткань щитовидной железы, претрахеальная и загрудинная дистопия. В этом случае ультразвуковое исследование крайне важно. Мы выявляем дистопированные участки ткани щитовидной железы, но больше визуализация осуществляется при применении синтеграфического изображения и спехтехнифирм технеца 99М, который значительно лучше определяет изменения, которые локализуются в корне языка, а также загрудинно. И вот примеры. И также магнитно-резонансная демография, которая может визуализировать также узловые образования в виде ткани щитовидной железы в корне языка. Киста шитоподъязычного протока – это кистозное образование, которое находится в месте визуализации шитоподъязычного протока. Достаточно легко визуализируется в виде нанхогенного образования, иногда небольших размеров, с четким ровным контуром, практически не воскулизируется, и при эластографии дает характерный нулевой жидкостный эластотип. Эктопия тимуста в ткани щитовидной железы очень иногда для этого характерна для детей, выявляется у детей где-то от 5 до 12-13 лет. Как правило, эти дети приходят с подозрением на узловые образования щитовидной железы, нередко осуществляется функционная биопсия. Об этом варианте развития следует помнить. Мы находим эти изменения, как правило, по задней поверхности или в середине ткани щитовидной железы с четкими ровными контурами, напоминающие ткань тимуса рудиментарного, бывает гетерохогенной структуры с фиброзным компонентом в центре узлового образования. При применении доплеровских методик, как правило, нет никаких воскуризации в данном узле. И при применении компрессионной эластографии мы видим достаточно хорошие вторые или первые мягкие эластотипы с низким коэффициентом жесткости. Структурные диффузные изменения щитовидной железы. Рассмотрим их. С диффузными изменениями называется разнородная группа состояний щитовидной железы, которая проявляет психографически нарушаемую структуру всего органа. И различает диффузный токсический зуб и тиреидиты, которые подразделяются на острые бактериально-вирусные, негнойная форма тиреидита, травматические послучевые, которые крайне важны. Мы их, как правило, визуализируем. Подозные глюматозные пневмоцистные и лимфоцистные тиреидиты и тиреидит КРВН, которые мы выявляем при вирусных изменениях. И хронические тиреидиты – это аутоиммунный тиреидит Хошимота или Ридделя. Диффузные изменения мы также определяем контуры. Это нечеткие, размытые, волнистые изменения структуры щитовидной железы. Она бывает неоднородна за счет снижения всей хогенности поверхности или появления сниженной хогенности участков в виде увеличенных фолликулов с преобладанием, если это хроническая форма тиреидита с тромального компонента. Он умеренно выражен, выражен. И также выявляется увеличение объема всей железы или отдельных долей и различает степени этого увеличения. Несколько примеров – это пример аутоиммунного тиреидита Хошимота. Мы видим неоднородное снижение хогенности всей структуры доли с волнистым контуром и дольчатым контуром всей поверхности ткани щитовидной железы с высоким преобладанием сосудистого компонента по ткани всей поверхности железы. Подостный вирусный тиреидит Хорвена мы также видим снижение хогенности с появлением стромальных тяжей линейного характера и высокой воскулизацией всей поверхности ткани щитовидной железы. Также пример еще один подостный вирусный тиреидит с преобладанием стромального компонента. Вот то, что говорилось о лимфоцитарном поражении, это когда мы видим появление нечетких очагов по ткани щитовидной железы диффузного характера. И мы видим, что вообще воскулизация достаточно снижена, и это пример именно тиреидита уже подострой формы. Лимфоотток щитовидной железы, лимфатические сосуды и капилляры, связанные напрямую с фолликулами, различает по околизолизации региональные лимфатические узлы. Но в нашем институте введена в практику схема хирургических уровней Робинсова 2001 года, которая позволяет хорошо ориентироваться как нашим специалистам ультразвуковой диагностики, так и специалистам магнитно-резвуковой диагностики к этой диагностике, чтобы правильно понимать, где находится измененный лимфатический узел. Как правило, для поражения очаговой направленности и вторичных изменений щитовидной железы характерны уровни 6, 7, 4 и 3. Крайне редко поражаются 2 и 5 уровни при изменении в ткани щитовидной железы. В базовое мы знаем, что очень важна эта структура щитовидной железы, и в B-режиме мы определяем значительные характеристики, как размер, локализация, форма и контур, и дифференциация ворот, и поражение всего объема ткани лимфатического узла и патологические включения. Размер лимфатического узла измеряется преимущественно передне-задней, и он варьирует от 80 мм в норме. И, как принято, мы знаем, что минимальный размер достаточно где-то 10 мм по авторам, и уровень, первый-второй уровень может быть до 11 мм. Различает единические и множественные расположенные цепочками спальни в конгомераты. Мы визуализируем форма лимфатического узла крайне важна, потому что шаровидная и неправильная форма характерна для злокачественных изменений в лимфатических узле. До сих пор измеряется интерсалбатия, это соотношение поперечный и передний-задний диаметров лимфатического узла, и более двух характерны для нормальной изменений и неизмененного лимфатического узла. Дифференциация в области ворот тоже крайне важна. Мы видим, что если изменен лимфатический узел, то дифференцировка нарушена. Контур четкий, ровный, волнистый, нечеткий, бугристый, характерно для злокачественных вторичных изменений. И в структуре, как я уже говорила, кортикального слоя для патологических изменений, характера снижения их агенности кортикального слоя и появления в структуре или гиперхагенных структур, или кистовидных структур. И также для поражения при раке щитовидной железы мы видим, как обычно, какие-то включения по типу точечного фиброза или микрокальцинатов. Воскрулизация. Следует различать реактивную воскрулизацию в ткани лимфатического узла. Это направленность сосудов, как мы видим, достаточно. И при повышении мы можем разочистить архитектонику структуры всего лимфатического узла. Или единичные в норме только локусы кровоотока. Для патологического кровоотока характерна уже обрубленность сосудов и разнонаправленное их сечение и повышение кровоотока по периферии измененного узла. Компрессионная эластография также применяется в изучении структуры лимфатических узлов. Характерно наведены паттерны эластографических изображений в 2007 году МАДОКО. И различает, еще можно измерить коэффициент жесткости. По данных авторов, он колеблется от 1,5 до 2 единиц. И применение, возможно, ультразвукового с контрастным усилением. Мы оцениваем движение контраста по структуре узла, определение сосудов ноогенеза. И также, если контраст выходит за пределы капсулы, к свозасу в окружающей ткани, это является патологическим изменением. Очаговые и узловые образования щитовидной железы будут рассмотрены в следующем докладе. Прошу за ним не останавливаться. Спасибо за внимание.